Представители знака Зодиака Близнецы! Близнецы, мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад, 2025 год, год Змеи. Давайте узнаем, каковы энергии этого года для вашего знака Зодиака. И я должна сказать, 2024 год Дракона прекрасно ладит со Змеей Дракон. И значит, какие-то ваши планы, намерения, честолюбивые, может быть, планы и ожидания будут как раз реализованы в 2025 году. Может быть, на что-то в 2024 не хватило времени или решимости, или какой-то вопрос вам нужно переделать с какой-то новой организацией, рассмотреть или с каким-то новым подходом. И вы можете в 2025 году даже планетарно как будто организовать свою жизнь по-новому. И дважды вторят этому моим словам планетарные события и звезды, потому что и планета Юпитер, планета счастья, радости вошла в ваш первый дом в 2024 году. И первый дом – это символ нового «Я». А в 2025 году, в начале июня, Юпитер перейдет во второй дом гороскопа, который отвечает за финансы. Поэтому решить вопросы по вашим финансам или финансированию вашего проекта. Может быть, решить вопросы по части имущества, жилья, переезда. Ваши амбиции, если мы говорим, вы, может быть, захотели или хотели всегда, и вот можете приступить, и у вас получится увидеть результаты своего труда уже в 2025 году, если вы мечтали о личном деле или бизнесе. Что бы вы тут ни задумали, действительно, планеты вторят о том, что для вас это будет продуктивный год. Ну, давайте посмотрим, как видят карты Таро. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Ну, давайте мы с вами узнаем, что завершится в 2025 году. Или вы от чего-то сами, может быть, откажетесь. Или уже вот в чем-то вы расставите точку. Поставите все на свои места, в чем-то определитесь. Первая карта. А что нового войдет в вашу жизнь? Чем запомнится важное событие в 2025 году? Идем дальше. Второй триплет у нас будет на картах золотого Таро. И первую карту мы достанем в неожиданности. Каковы неожиданности? С чем это будет связано? Что будет вас радовать? И что вам будет помогать? И третий триплет, третья колода. Зададим такой вопрос. Что вам может помешать? И достанем карту. В 2025 году. А также события, которые изменят вашу жизнь. Какова сфера жизни, может быть. И события, которые могут заставить измениться вас самих. Давайте узнавать, что же завершится. Какой-то период замкнутого пространства. Период изоляции. Когда вы не могли, может быть, действовать. Может быть, какой-то ограничительный период. Ну, правда, или что-то вот вам мешало. Может быть, законы так работали. Или вы в чем-то сомневались в 2024 году. А здесь у вас какая-то ситуация прояснится. По этой карте это, знаете, есть еще такой момент, когда мы сами где-то отгораживаемся. Потому что мы от общества, может быть, от каких-то событий. Потому что мы себя бережем. Мы не хотим себе сделать что-то во вред. Может быть, какая-то прежняя история, когда вы начали сомневаться в людях. Может быть, людям где-то не доверяли. И вот эта замкнутость ваша, когда вы не хотели, может быть, какую-то личную историю предыдущую, потому что была грустная. Вы не хотели строить новые отношения. Вы, может быть, и где-то в глубине души были бы не против. Но какая-то печальная реальность, которая была в прошлом, вас останавливала. И вот из этой ограничительной какой-то своей территории, куда вы себя поместили сами, или от вашей нерешительности, или от того, что обстоятельства вам не давали действовать. Тут у каждого будет какая-то своя составляющая, которая вот этот период ограничений и характеризует. Вот это завершается, мои дорогие. Вы откажетесь от того, что вам, может быть, прежде приходилось быть, знаете, таким суровым прагматиком. Может быть, какой-то сложный период, когда вы перестали вообще верить людям. Вот смена парадигмы у вас здесь предусмотрена. Давайте узнаем, а что же нового войдет в вашу жизнь. Но по тройке мечей это не новое. Мы сейчас достанем еще одну карту. Тройка мечей – это всегда какая-то грустная история прежняя. Где-то может такое дежавю быть в 25-м году, когда, может быть, ваш прежний партнер или какая-то прежняя история со знаком минус, она может пытаться напоминать вам и в 25-м году. Но вы будете смотреть на это совершенно по-другому. Я называю эту карту здорового равнодушия. И сердце было ранено. Уже какие-то ошибки были совершены вами прежде. Может быть, это было связано с человеком. И здесь какие-то новости вы будете получать от этого человека. Или какая-то еще история не завершена. И вам надо будет еще представить в 25-м году расставить все точки на две. Давайте я достану еще одну карту, чтобы знать, с чем это связано. Но на смену какой-то боли приходит здоровая равнодушия. Мы на что-то смотрим с позиции ситуации. Нас невозможно ранить еще больше, чем это когда-то кому-то удалось прежде. Потому что мы более рациональны становимся. И нас невозможно вывести на эмоции. Потому что мы уже прежде. У кого-то получилось нас вывести на эти эмоции. И проходя вот эту тройку мечей в прошлом. Это вот этот сгусток боли, который был в нашей душе. Или который как раз и породил неверие в людей. Неверие конкретному или недоверие конкретному человеку. Вот здесь какая-то история у вас завершится. Это точно. Давайте мы спросим. Вот правда девятка мечей выскользнула. Может быть это когда девятка. И ведь это всегда карта перемен. То есть мы завершаем. Как период одиночества у кого-то. Вы завершаете. Правда. Может быть прежде какая-то была история. Которая вас заставила в себе сомневаться. Или лишила буквально кого-то сна. Девятка мечей. Картын сомния. Когда нужно уделить внимание собственному здоровью. Не сомневаться в чем-то. А для кого-то пройти обследование. Чтобы о себе знать что-то наверняка. А для кого-то это более здоровый образ жизни. Организация. Труда и отдыха. Вечерние прогулки. Но здесь тут не совсем на целый год. Это карта сомнений. Если мы спрашиваем действительно. Что же у нас завершается. Или в связи с чем выскочила карта. Здесь знаете. Вас как будто прежде. Какой-то очень сложный период. Он настолько деструктивно на вас повлиял. Что прежде чем вы себя соберете воедино. Прежде чем вы откроетесь миру. Прежде чем вы начнете доверять людям. Это должен пройти какой-то жизненный этап. Или буквально какой-то отрезок времени. Давайте я спрошу. Что же нового войдет в вашу жизнь. Вместо вот этой тройки мечей. Но вы будете безусловно продуманными. Ваша карта королева мечей. Может быть это какая-то прежняя история. Которая вас и повторяюсь очень ранила. И вот здесь теперь. Вы в 25 году будете всячески. Если это было связано допустим с работой. То вы не позволите повториться какой-то подобной ситуации. Чтобы вас словно поймал кто-то на крючок. Этот же самый крючок. Вы не допустите в вашей личной жизни. Чтобы быть обманутому. Вы будете все контролировать. По королеве мечей. Если мы спрашиваем, что нового войдет в вашу жизнь. Это новая организация. И уже королева мечей это сильная позиция. Мудрые решения. Организация. Опять же сама по себе. Вашего быта. Вашего отношения к жизни. Вашей позиции в социуме. Вы будете перепроверять какую-то информацию. У нас как раз карта. Посмотрите. Птиц. Много на карте изображены птицы. Это информация. Это новости. Одна из птичек подлетела к кошке. И кошка вроде бы с виду приятный, милый зверь. Но мы с вами знаем, что когти смертельно опасны. А прыжок кошки молниеносен. Вот вы будете себя оберегать от скользких людей. От ситуаций, которые вас могут застать врасплох. Вы где-то, я не могу сказать, что вы станете доверчивыми. Нет. Какой-то сложный период ограничений, недоверия. Или каких-то прежних ошибок. Которые все равно я вижу через... Прежде вы как будто, мои дорогие близнецы, больше доверяли. А здесь нет. Вы будете все перепроверять. Будет какой-то пункт, который вам, ну, может не давать расслабиться. Вот это есть. Потому что вы не хотите повторения какой-то прежней ситуации. Ладно, давайте посмотрим. Важное событие. Чем же для вас запомнится этот год? Больше организации. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. И у кого-то это ваши проекты по части вашего бизнеса. Или ваших личных достижений, построения карьеры и конкретно решения финансовых вопросов. И планетарно звезды, как я уже говорила, тоже видят для вас перспективы. Именно по части, может быть, купли-продажи, имущества, недвижимости. Для кого-то это через работу, через новые проекты. Для кого-то 2025 год будет ознаменован тем, что вы откроете свое личное дело или будете развивать свое творчество. Изменить можете кардинально вашу финансовую составляющую. Рассчитаться с кредитами или с какими-то долгами. Может быть, это актуально. Для кого-то из вас, конечно, это может быть решение банковских вопросов. И наоборот, взятие очень важного и длительного кредита под удобные для вас проценты. Может быть, это какая-то ипотека. Но чем вам запомнится как раз финансово успешный год? Нечего добавить. Неожиданности. Ну, может быть, и знакомство с таким человеком, как королева Пентакль, королева монет. Это та, которая умеет из хаоса создать порядок. Может быть, это какие-то неожиданности, связанные с конкретным человеком. Или с изменениями в его жизни, с какой-то историей. По этой карте проходят как раз люди надёжные, мои дорогие. Может быть, это вы вместе будете что-то планировать. Сама по себе карта отнюдь не про неожиданности. Карта про стабильность. Сказать, что лично вам какие-то неожиданности угрожают, то я не могу. Но, может быть, как связанная история с вашими родственниками. Известие от родственников, может быть, и далёких. Или неожиданности по части обустройства вашего быта. Иногда такое тоже проходит. По королеве монет. Что её отличает? Кроме того, что она умеет в любых жизненных условиях организовать свою жизнь. Вам и захочется больше комфорта и больше стабильности. Но по этой карте есть такое значение, что королева сначала Пентаклей. Она какой-то план свой создаёт в ментальности. Она как идею вынашивает, а после этого перекладывает в реальную плоскость. Она воссоздаёт что-то в реальной жизни. И здесь мы спросили про неожиданности. Значит, где-то на пути вашего прогресса могут где-то подстерегать разные нюансы, которые могут доставлять где-то каких-то, может быть, и препонов в реализации ваших планов. Или, может быть, всё-таки у нас Пентакли, монеты, какие-то неожиданности по части финансов. Может быть, конкретный человек с его заработками тоже для вас может быть неожиданен. Могут быть и неожиданные деньги, мои дорогие, такое тоже. То есть не обязательно неожиданность, что-то мы видим в плане негатива здесь и как возможности. Ведь по королеве Пентакли или монет это идёт практичность, чёткие цели и честность. Вот какая-то для вас может быть честность даже человека, как неожиданность. Потому что нам ведь сказали, вы здесь не доверяете. Вот есть момент, когда вы как будто в 2025 год войдёте с определённой долей недоверия людям. Может быть, предыдущий период, не обязательно в 2024 году. А может быть, это было годами прежде, но вот этот осадочек остался. И здесь какая-то искренность человека для вас будет как неожиданность. Я не могу этого отрицать. Давайте узнаем, что же вас будет радовать, мои дорогие близнецы. Семёрка мечей, вы разгадаете какую-то хитрость. Казалось бы, чем может радовать эта карта вора? Но я вам скажу, в этой колоде забрать своё. Обратите внимание, то есть разные карты, разные колоды карт. У нас человек уходит, как будто темно, может быть, ночь. Вот есть такое значение. Может быть, ему не отдали вот эти его мечи, которые принадлежали именно ему. И обратите внимание, мечей всего семь, но два он оставляет. Как будто он говорит, не моё мне не нужно, но своё я заберу. Вот, мои дорогие близнецы, что вас будет радовать? То, что принадлежало вам, но кто-то как будто забрал. Ну, проводите эту аллегорию. Её можно применить к разным сферам жизни. Вот был какой-то обман в отношении вас, и вы всё расставляете по местам. Вы здесь забираете своё. Значит, у кого-то удачно решаться. Может быть, вопросы через суд. Или это вопросы по части имущества. Может быть, ещё какие-то были имущественные или денежные споры. Вас будет радовать, что вы именно заберёте то, что принадлежит вам. И это то, что ваше. У вас не заберёт никто. И действительно, какую-то историю, вот что нового войдёт в вашу жизнь. Казалось бы, была какая-то разочаровывающая ситуация. Или она была связана с обманом. Или она была связана, ну, может быть, и с конкретным каким-то действием, когда в отношении вас всё же мы все разные. Но как-то закон сработал со знаком минус. Значит, вы здесь можете и доказать. И какая-то прежняя история разрешится для вас в плюс. Что вам будет помогать? По карте «Рыцарь мечей» мы хотим знать правду. Ничего, кроме правды. Помогать будет умение быть честным самим собой. Увидеть какую-то реальность. Когда вы, возможно, будете искать информацию, и вы её находите. Для кого-то из вас это будет буквально помогать, будут помогать. Какие-либо новости. Или знания законов. Или когда есть конкретный человек, который вам будет, может быть, как адвокат, помогать решить какой-то вопрос. Тут вот всё же, я бы сказала, есть как или имущественный спор, или есть какое-то дело незавершённое, которое вам нужно будет расставить всё по местам. По «Рыцарю мечей» вам помогает быстрая реакция на что-то. Вам помогает ваш интеллект. Вам помогает умение увидеть не то, что вам пытается кто-то транслировать, а докопаться до правды, до сути. По этой карте найти недостающую информацию, как я сказала. Или где-то соединить ту информацию, которая приходит, и ваш какой-то прежний опыт. И в итоге тоже где-то быстро прореагировать. Где-то и вы будете хитрее, мои дорогие близнецы. Вот в целом это ваши сильные стороны на 2025 год. Такие вопросы, видимо, вам приходится решать. Давайте посмотрим, что вам может помешать. Вам не может ничто помешать. Хотя вам, видимо, придётся быть вот таким где-то продуманным, потому как карта мага выпадает. Вы можете столкнуться с такими людьми, которые вас пытаются тоже где-то обмануть, одурачить. Но и вы-то в таких энергиях. Поэтому не могу сказать, что вы каким-то образом можете себе помешать. Разве что не торопиться. Где-то временами придётся ускориться. А временами, скорее всего, вам придётся как-то по-другому действовать. Вы можете где-то чересчур переусердствовать. Всё-таки вот этот момент я должна озвучить. Всегда хочется манипулировать. Ведь маг – это у нас великий манипулятор. Поэтому будьте внимательны, что может помешать, если мы спросили, осуществлению задуманного. Ну, если где-то вы совсем будете чересчур рациональны, где-то жёстки, непримиримы или, ну, где-то продуманы, когда больше тоже желания манипулировать вас будут преобладать. Ну, мы ведь не знаем, на какой период жизни или в отношении каких людей, каких ситуаций стоит просто быть манипулятором. Если мы говорим про эту историю, которую нам только что обрисовали карты, то тогда да, вот это вам будет помогать. Но, может быть, есть и те вопросы, которые касаются близких, то там тогда быть таким манипулятором или с людьми, которые вас любят, искренне, определённо не стоит. Поэтому карта мага – неоднозначная карта. И здесь будет всё зависеть от правильности ваших действий. Событие, которое изменит вашу жизнь. Тут действительно что-то у вас меняется, как мы говорим по судьбе. Страшный суд. Суд вовсе не страшный. Прошлое пытается само оттолкнуться от вас. Вы находитесь в 25-м году в моменте перехода, это правда, между прошлым и будущим. И эта трансформация затронет вас самих. По аркану Страшный суд – избавление от боли, избавление от страданий. Вот какое-то событие очень доброе будет, когда больше знаков плюс, нежели минусов. Вы можете встречать ещё 25-й год в таком состоянии. Вот нам показали, да, карты. Ну, где-то вы как ёж, мои дорогие близнецы. Это ваше внутреннее состояние, состояние закрытости. Или какие-то прежние ошибки. Или сложный предыдущий период жизни. Вам хочется. Вам хочется порядка другой организации. Вам хочется любви. Вам хочется взаимопонимания. Но что-то ещё может, как отголоски прошлого, напоминать. Люди могут тоже напоминать из прошлого. Какие-то ситуации вам самим захочется забрать своё и с кем-то разобраться. И, может быть, вы это будете инициировать. Но всё в конечном итоге, если мы говорим событие, которое изменит вашу жизнь. Здесь действительно происходит это то, что как по старшему аркану приходит к вам извне. Какая-то вот как завершение у кого-то проиграется вопросов, связанных с судом. А есть ещё такой момент, как какой-то успех к вам приходит. И в течение 25-го года вы сумеете завершить те дела, вопросы, которые, может быть, длительный период вам попросту мешали жить. Может быть, вы начнёте ещё 25-й год вот в таких энергиях недоверия. Но, значит, постепенно всё встановится на свои места. События, которые заставят измениться вас. Карта Солнца. Ну, наверное, хоть тысячи неопределённостей. Посмотрите, мои дорогие, у вас три старших аркана. Карта Мага, Страшный Суд и Солнце. Всё идёт к радости. Вы меняете своё качество жизни. Для этого вам придётся уделить внимание деталям. Где-то себя не торопить. Может быть, по-новому. Или научиться доверять тем людям, которые к вам относятся искренне. Разделять, по крайней мере, ваш социум на людей или ваше окружение. Те, которые недостойны вашего доверия. И на тех, кто к вам относится. На самом деле, по-доброму к тем, кто вас любит. Для кого-то из вас это будут вопросы по части финансов к удачному решению. Для кого-то завершение судебных вопросов. Или когда вы буквально возвращаете своё. Вы меняете качество жизни. Вы идёте в сторону счастья. И, наверное, пространство Вселенная, как избавляет вас и от боли, от страданий. Для того, чтобы вы были счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы. И будьте счастливы. Будьте любимы всегда.